что делать когда ты остался с девушкой дома вроде что делать когда ты остался с девушкой дома дело вот-вот уже дошло до секса но почему-то в самом конце она не дает приятного просмотра ставь лайк и поехали давайте разберем четыре причины почему так происходит первая самая популярная причина это месячные вторая причина это то что например девушка не побрилась ну то есть не готова заниматься сексом третья причина это мало доверия и четвертое то что девушка не целевая давайте разберем каждый из этих пунктов поподробнее у нее месячный как заняться с девушкой сексом если она не дает тебе по этой причине ну опять же на что тут нужно обратить внимание всегда помните что у нее есть прекрасный и красивый рот в который можно потрахать и кончить это первая базовая вещь который первый базовый который ты должен сделать в любом случае ну либо хотя бы подрочить потому что если она говорит о том то что у нее месячные и я тебе не дам помните про эти волшебные способы потому что вам очень важно в ней зачкинется потому что скорее всего на второй встрече девушка либо не приедет тебе либо не даст поэтому действуйте всегда в моменте и действуйте максимально быстро кстати во время месячных девушки еще больше хотят секса такой маленький лайфхак для вас поэтому что в этой ситуации делать переходите на поцелуй очень просто дальше берете кладете ее руку к себе на член ну и соответственно не нужно правда лезть рукой там и между ног там все вот это вот двигать там все что там есть ей так очень плохо сейчас а тут ты начнешь сейчас там есть что-то там делать поэтому поцелуй рука на члене оральный секс этого для первой встречи будет достаточно вторая причина если девушка не подготовилась такое часто бывает что например ты познакомился с девушкой в парке или например в баре и девушка не была готова к тому то что у вас будет секс ну к сожалению такие случаи бывают не все на девушки следят за собой особенно если у них давно не было секса там может быть какая там поле какой-нибудь там или бобер бобер может быть какой-нибудь ей будет дискомфортно хомяк там и так далее поэтому всегда вы должны иметь одноразовые бритвы которые вас находятся в ванной и ты можешь проработать это возражение очень просто когда делал доходит до секса говорит стоп 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 ты говоришь что случилось ну я сейчас не готова ты вешать ну физически не готова там не побрилась либо что-то еще он говорит да мне неудобно берешь ее за руку отводишь его ванную говоришь малышка я абсолютно адекватный чувак ничего подобного просто берешь вот тебе полотенце чисто вот тебе зубная щетка одноразовая чисто вот тебе соответственно бритва одноразовая тоже все вот готовься выходи из душа и все будет супер девушка поймет то что ты адекватный и все будет заебись поэтому всегда храните одноразовые зубные щетки одноразовые бритвы чистое полотенце в ванной всегда у вас должно быть на этот момент ну и либо можете сказать я слушай у меня такой фетиш как бы мне нравятся небритые писачки но это раз на тебя не бритую писачку либо вылезы там как смотреть сами если хотите поесть немножко волос в принципе как бы тут говорит все все для этого готова третья причина это мало доверия такое часто бывает когда ты познакомился с девушкой и сразу же привел ее в первый час например домой ей некомфортно одна тебя еще не знает она не знает квартиру в которой ты находишься тут опять же важно правильно проработать структуру проведения свидания дома показать квартиру сделать так чтобы она привыкла ей было комфортно не сразу там набрасываться на ее тиськи и там ласкать как только ты пришел к домой но должна пройти какое-то небольшое время при этом не забывай про такую игру которая называется ближе дальше два шага вперед один шаг назад например поэтому есть много разных крутых фишек которые позволяют прокачать доверие но самая простая и самая легкая идеальная фишка это просто быть адекватным классным парнем который вызывает доверие у девушки если ты конечно хоть сумасшедший там дерган и так далее либо что-то делаешь не по структуре либо делаешь какие-то вещи на которые ну случайным образом вот как вот у тебя идет ты вроде бы понимаешь что что сейчас нужно позвать его домой там поцеловать ее перейти правильно там на секс отделаешься очень криво и косо тогда конечно же девушка может отморозиться но если ты делаешь все идеально по грамотной структуре проведения свидания то любая встреча с девушкой у тебя дома будет заканчиваться сексом ну и последний четвертый пункт если девушка не целевая что такое не целевая девушка это та девушка который не подходит по твоей цели она может как-то повестись на твое предложение например пойти домой либо там где-нибудь в кафешке там как-то может трогать может целовать но у нее может быть какой-то конкретный четкий стоп на котором она принципиально не готова заниматься с тобой сексом к сожалению есть такие девушки которые исключительно принципиальные для них секс на первой встрече это табу они уже пробовали у них ничего не получалось у них какие-то травмы из детства могут быть либо там кто-то их бросал после первого секса и такие тоже девушки бывают они называются нецелевые то есть они не подходят под твои цели ради чего ты знакомишься с девушками тут просто можно забить на нее и в принципе не париться потому что пытаться поражать на секс нецелевую девушку это очень сложно геморрой да проще найти другую девушку какие фишки могут сработать в этих всех случаях ну например самая популярная фишка например когда ты сидишь с девушкой ты понимаешь то что уже вообще ничего не получается ты понимаешь то что это дохлый номер и сейчас ты просто выгонишь от собаку домой просто берешь и начинаешь дрочить член при ней просто вот ты говоришь слушай я тут подрачу как будто не обращай внимание кури колян занимаясь своими делами просто достаешь свой болт и начинаешь наяривать при ней в идеале конечно чтобы ты если будешь кончать кончить на нее в идеале на лицо как бы лучше на волосы до чтобы как говорится у него не был праздник как говорится и подарок поэтому не стесняйся доставай член и начинает дрочит легко и просто терять то уже нечего следующая фишка это голый король и многие из вас я думаю слышали про эту тему когда ты вроде пытаешься пытаешься еще не получается думаешь как бы хуй без ней идешь просто в ванну раздеваешься до гола желательно чтобы член ты опять же тоже на дрочил чтобы ты не был таким маленьким там смурфиком ну и конечно состоящим членом просто как ни в чем не бывало заходишь и продолжаешь не пить чай либо курить кальян как бы и вообще не париться чтобы ну не заморачиваться дальше конечно же ты можешь попросить подрочить ее чтобы она подрачила тебе она от этого начнет возбуждаться ну и конечно, вероятность того, что будет секс, тоже имеет место быть. Следующая фишка называется падальщик либо техника стервятник. Это когда ты пытаешься соблазнить девушку, заняться с ней сексом, ничего не получается, ты ей говоришь просто, ладно, все, спим, ложитесь спать, и как только она уснула, понимаешь то, что она уже спит, одеваешь презерватив на свой член и набрасываешься на нее и пытаешься ее трахнуть, если она спит. Ну, конечно же, это делать нужно максимально аккуратно, чтобы ее не отморозить, но когда-то член уже будет в нее, скорее всего, дело уже закончится сексом. Следующая фишка, это ты предлагаешь девушке просто поспать. Такое часто бывает, когда на первой встрече девушка не готова заниматься сексом, но на второй якобы встрече уже можно. Вы просто ложитесь на кровать, засыпаете, и на утро пытаешься заново к ней приставать, заново и возбудить. За счет того, что вы с ней спали ночью, доверие возрастает, и вероятность того, что будет секс, имеет место быть. Я, например, не люблю спать с женщинами, и мне, в принципе, этот вариант не нравится, но если вам комфортно например, спать и оставаться с девушкой на ночь, то можете позволить себе сделать такую фишку. Ну и последняя фишка называется просто возьми ее с собой в душ. Либо предложи ей совместный душ, но скорее всего, она не согласится, потому что уже никаких вариантов нет. Просто возьми ее на плечо и затащи ее в душ, и облей ее все водой, чтобы она была абсолютно вся мокрая. Ты был абсолютно весьма мокрый. Это такой вариант мини-крыши с носа, но помнишь то, что если девушка очень много красится, с нее может лезть огромная тьма косметики, ты испугаешься и убежишь как бы спать, и не дай бог ты ее там не видеть без косметики. Тоже такой достаточно важный нюанс. Поэтому просто берешь ее в душ, поливаешь ее полностью водой, она уже мокрая, и по-любому нужно раздеваться, ей по-любому придется остаться у тебя дома. Ну а если ты хочешь прокачаться в теме свиданий, научиться максимально грамотно проводить свидания, чтобы у тебя абсолютно все встречи заканчивались стопроцентным сексом, то прямо сейчас переходи по ссылочке в описании в обучающий телеграм-бот, в котором ты можешь найти тему, как правильно проводить свидания абсолютно бесплатно. Переходи по ссылке, подписывайся, ну и, конечно же, ссылочку на нашу прекрасную Жанну ты тоже можешь найти в описании под этим видео. И еще дополнительным бонусом для вас я оставлю ссылочку на свой основной телеграм-канал НСТВ. Там вы найдете много красивых и сексуальных фотографий абсолютно без одежды наши прекрасные гости, которые нас сделают специально для вас. Переходи по ссылочкам в описании под этим видео. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok